что может и так вот дословно я нет о чем это не слово что дословно правильно но как принял это может быть церковь любящая мать она приняла что митарство вот это продается в а церковь церковь горш любящим в этом уже какое-то это уклонение то что в житях святых это ты можешь принимать можешь не принимать на те тихо на счету не раз в церковь уклонение то есть он уклоняется как причем так это слово он употреблять мы сейчас говорим о мутарство веришь в это буквально слушай внимательно это твой выбор так когда мы шли веселясь и радуясь о спасении вода бывшая над землей раступилась а посадить снова соединилась ты это даришь то есть это правда я верю потому что так и есть что все это что ну что сказать то круто комментарий нужно дать по этому поводу комментарий в житиях много чего описано бывает такое даже что как-то думаешь что фантастическое да ну могло быть могло нет но вот если мы допустим священного писания сомневаемся вот это опасно почему потому что слово бога живого а это уже было значит коррекция и писания теми которые позже жили как у димитрий ростовский да он был художником слова можно сказать что-то было добавлено что-то нет поэтому здесь уже как бы некая такая свобода ты можешь этому верить можешь нет но есть другое значит другой момент что есть благочестивые примеры очень много мученики священно мученики дети которые значит нас при чтении вот этих благочестивых примеров укрепляет вот это что вот матарство феодоры так именно точно так оно было это же все только человеку было представлено я вчера златоуста читал как можно отобразить состояние того мира будущего в нашими словами недостаточно так и здесь недостаточно это все ну он пример такой что нужно готовиться смерти естественно то есть будет то что экзамен экзаменов так скажем это да все понятно что там все до мельчайших как подробности ну такое отведение было да ну и что на это основывать свою веру что вода там сверху было это конечно нельзя тогда мы можем посмотреть фильмы где ватом сходит и там вот по головам ходят но это все для нас так а что там будет мы пока не знаем мы точно определенно знаем по священному писанию как нам спасаться сегодня господь открылились от брата от веры все его человека то есть человек может верить может не верить вот чем дело один верит а не верит другой не доверяйте третий то есть это вера есть вот вера если ты охватываешь и священное писание и все охватываешь что я православный что в интернете а там столько подделок что ты можешь сам ну вот господь мне помогает подделок этих вот это самоуверенность это опасно в этом то и ошибка твоя а мытарство вот есть видео игнатий тихонович разговаривал с баптистом из америки шаповал по моему игнатий тихонович ему говорил вот мытарство вот там есть блаженной феодоры запишите себе вот это образец как церковь православная учит то есть вот тебе не то что образец то есть это полезно это полезно ну то что прям все там так буквально этого нет этого не дано все развести понимаете это можно все будет тоже священописание ну это тоже не хитрение вот в этом речь я сейчас только сказал про слово божье что слово божье мы должны все приманят копки до корки толкования святых отцов а здесь жития ты можешь принимать не принимают ты можешь спасаться да ты можешь быть на пути спасения все но там много христианского благочестия и много примеров которые нас укрепляют россия вся до революции можно сказать воспитывалась но имея ввиду что верующие именно на жития слово божье это не было проповедано должным образом как об этом говорит писатель лесков а именно жития вот еще до до революции фома кимпийский выпускался подражание христом подражание христу да и у него вот это вот я и даже его конспектировал немного мне где-то подарили как вот евангелие из карманной новый завет так как фома кимпийский тоже такого формата вот наверно в том домике и я прям конспектировал то есть очень читаемая была книга подражание христу чем круче самоотвержение тем спасительнее чем круче ну жития есть такие что прям невероятные случаи да бог силе может делать а что-то прибавлено в процессе может обработки текста это вполне но это никак не умаляет православную веру когда это говорят об этом есть даже как об этом говорит не раз и на тихонич в каком томе что анти евангельское колокольчик она начитывает колокольчик бьет почему правду то не могут сказать вот один нашелся и сказал в открытую что это просто ну анти евангельское это мутарство феодор и читал это благочестивый пример но все там так это буквально понимать это опять же стараться свою какую-то теорию какую-то теорию подтвердить поставить под нее подпорки какие-то вот так вот я думаю ты как думаешь там писано когда мы шли веселяться радуюсь работа бывшая над небесами раступилась внешне в теле шли там куда бы то вода раступлялась там очень некрепкое этого основания воды над твердью какие дела они от нам больше нет никаких примеров по житиям святых примеру полно надо просто слышать одно это дело один слышит другой не слышит кто имеет уши слышит да слышит такие слова в библии написано если у человека нет ушей чтобы слушать а там ковыряться зубочистками или этими ватой там чистить то что там надо уметь слышать хотя бы немножко ну на проверено посмотри на человек вроде трезвомыслящий вы и нормально посмотреть прислушаться ничего не слышно абсолютно рекатор 30 вот смотри масштаб пишет 30 миллионов один 30 миллионам тысяч то есть если мы сейчас берем вот эту африку меряем расстояние умножаем на 30 миллионов и у нас должен быть реальный размер ширины там например африки ты согласен с этим ну тут я как учили в одном сантиметре 300 километра написано вот один 30 миллионов но эти как говорили это масштаб ну вот так написано ну это все равно что в одном сантиметре 300 километров да то есть ты согласен с этим да конечно то есть вот это если умножить ну тут не знаю насколько точно видишь тут же у нас земля то она не не плоская она круглая тут изгибы все то есть не изобразишь где какие тут как бы вот ну то есть вот этот предполагаешь что это может быть ложь то есть в одном сантиметре нет 300 километров может в районе экватора точно есть а там чуть выше там что-то не изобразишь тут на карте хотя не знаю как они только кто делали может она так и сделано как бы смотрится как объемно я не уверен но можно так и сделано видно что в австралии это какого-то есть сомнения брать или нет но ты веришь что в одном сантиметре 300 километров это карта который весь мир печатает верю конечно а чё не верить ну конечно что тебе что ли верить а теперь открой google карты ну еще зайди туда ну зайди туда давай я буду снимать это из этих сейчас мы проверим ну и чё там google карте открывай я всегда пользовался google я сюда ехал маршрут себе прокладывал сейчас ты можешь проверить набрать например там сборного у нас себе с километраж не линейка мере что так не ну так как ты проверишь из поэта карте 2 открою я покажу открывай google карты интернета нет видишь пропадает сейчас интернет не судьба заходишь когда заходишь google карты ну и чё смотри ну скажи то здесь видим даже визуально объяснять линейка вектор николаев селит а вот смотри здесь 13 так приблизительно здесь точно ты не померишь вот так да вот у нас 13 отсюда сюда 6 половиной 5 с половиной так 18 сантиметров так теперь меряем россии смотри 13 26 и 6 32 до ну да 18 и там 32 ну почти в два раза ну скажем почти ну например ну один там 1 и 8 раза больше показано да то есть если это все умножать у нас получается что россия ну почти в два раза она будет шире этой африки правильно наверно так раз так написано ну и вот мы померили тоже так и визуально это видно если ты зайдешь google карты то что ты увидишь карта такая же то есть визуально ты посмотришь что африка визуально меньше но когда ты начнешь там нажимаешь правой кнопкой и в самом низу пишет померить расстояние то есть берешь ты линейку и начинаешь мерить я также мерил я прокладывал когда ехал сюда я прокладывал маршруты то есть у меня по спидометру там сошлось ну может есть какие-то потому что я по дорогам прокладывал когда ты померяешь африку тебя покажет 7000 чем-то километр 7000 чем-то километр когда ты померишь россию у тебя покажет меньше потому что это реальное расстояние они не могут угадать в расстояниях потому что расстояние человека же может померить а вот визуально они обманывают понимаешь африка шире россии ты можешь представить она в школе нам вдалбывали в нашей голове что вот так должно быть почему они лгут почему не ты сейчас сам уже что-то это что-то проложил начинаешь мне тут накручивая ты сейчас говоришь это не никого не убедишь это просто подтверждение как бы но зайдешь в заблуждение то есть хочу африка больше шире россии да вот так как я тебе померил вот так померишь вот так она шире чем вот это это в google картах ты зайдешь линейка все километраж можете проверять потому что я проверял расстояние все совпадает то есть состояние от барнаула то есть ты один такой на миллион человек надумался через google ors измерить расстояние google тоже ты не доверяешь этой карте ты тоже не доверяешь в общем ты непонятно чему доверяешь ну как бы доверяешь своей лжи какой-то а ты на что ориентируешься где истина где карта которые сделали из настоящие люди король есть такая карта в мире которые за этот составили избранные такие как ты где она хранится шопу чтобы узнать истину то что ты это карты тоже не веришь google ors ты тоже не видишь потому что спутников нет никаких не не фотографирует землю как ты на чем ты основываешь вот я тебе бы рассказал один момент ты можешь его проверить почему ты уходишь куда-то в космос ну проверим может быть интернет появится google карты зайдешь google карты померяешь вот здесь расстояние вот здесь и потом будем комментировать потому что ты я тебе говорю реальные вещи которые я проверил и как они показали ты веришь в гугл или ты это карты три какой почему ты веришь я говорю одному что в google картах расстояние показано понять не тут неправильно ли тут неправильно google ovat-естрreat правильно показать не релпу тахометручую ему расстояние показаны правильно я как почему это я тоже не проверил же ты говоришь я набирал я беру другое например от города город тебя тоже моста на области бывает особенно с людьми такими как ты что Ну как я могу проехать? Смотри, я набираю, например, Барнаул, Новосибирск. Сколько километров? Ты знаешь сколько? Ну там около 200. Потом я набираю, например, Москва, Новосибирск. Ну я ехал, я же спидометр, у меня машина. Вот, я приехал сюда. То есть у меня совпадает, по спидометру моему подходит. Во-первых, там можно гуглорс двумя путями измерить расстояние. Первый путь это по прямой измеряется, второй путь там через дороги, через по маршрутам. Это очень большая разница. По прямой, конечно, гораздо короче получается. А вот расстояние, ну расстояние вот так, чисто линейкой, вот как самолет, например, летит, да? Вот самолет летел, я, говорит это, три с половиной часа мы летели, в воздухе, по-моему, три с половиной тысячи там объявляют постоянно. То есть приблизительно тысяча километров в час. Напрямую беру с Барнаула до Москвы, показывает три с половиной там. Или там три, ну я с копейки не буду тебе. То есть это, оно соответствует. Но когда ты начинаешь проверять, ну как, ну ты смотри, визуально даже, как Африка, здесь она никак не может быть. Мы видим, что она уже. А расстояние показывает, что шире. Потому что реально так есть. Вот чем дело. Я ничего не знаю. Южная Америка больше северной. В натуральном виде она больше. Если ты начнешь мерять, как-то так, то есть это ложный обман, то есть визуальный тебе. Ты ходит визуально, и ты уже глаз твой воспринимаешь. Зачем тогда не делают это? Взят и берут, Африку изображают меньше России, а Северную Америку изображают больше, да? Или наоборот, Северная больше, чем Южная по твоим расчетам. Южная она массивнее, она больше, а Северная она меньше. И зачем они это делают, эти люди? Зачем эти ящеры, рептилоиды это делают? Ну как, это слуги, сатаны, они вот это все обманывают весь народ. Ну допустим, ну как она вот для нас. Ну допустим, ну а зачем дьявол лжет? Ну ты такой спрашиваешь, то есть это, как зачем? Ну вот я утром просыпаюсь, смотрю на эту карту, посмотрел на эту ложь, как ты говоришь, и что с этого случилось? Я упал, где-то ногу сломался, или как это на меня действует, ложь-то эта? Ну это уже другой вопрос, брат. Ну как она действует? Ну как она действует? Ну просто ты, ты не видишь же лжи, это уже называется такое состояние прелести, то есть ты веришь в ложь. Вот как верующий человек, он должен все проверять. И это я пересмотрел Игнатия Тихоновича, можно сказать, ну может около тысячи видеороликов, я очень внимательно смотрел. И у меня какой-то бестолковки, может что-то и осталось. И там есть что? Надо все проверять. Даже брату своему не верят, то есть это ведущий человек, но он сегодня нормально все пошел, там, с ним всякое может случиться. И не обязательно, что он может его, там, сатана искусить, как-то он может попасть. То есть мы, мы люди по немощи своей можем падать. Это Библия пишет о том. Человек падает, он грешит, потом встает, Господь его поднимает и так далее. То есть это жизнь духовная, и она наполнена всяких таких сюрпризов. Я ничего, я ничего такого особенного не говорю, я говорю, что вот это ложь. Но вам почему не хочется? Вы как будто не хотите увидеть ложь. Ну, посмотрите, это ложь. А зачем? Где написано? Ну, видишь? В каком углу? Ну, по-вестору, интернет, проверь, посмотри, в реальные вещи. Я что, я что, виноват, что я вижу, где ложь, а где правда? Это Господь, так это вообще не мое, это у меня появилось пять лет назад. А как это появилось с тобой, расскажи. Ну, вот так, у меня прозрение произошло, то есть я действительно, как бы, у меня открылись глаза, я начал видеть мир по-другому. А это после чего произошло с тобой? Ну, были моменты в жизни какие-нибудь. Ну, может, там, не знаю. Бли, у меня была бессонница, там... Может, упал где-то, головой ударился, или как это... Ну, некоторые бывают, допустим, молния ударила, а он стал на пианино играть хорошо человек, так и были случаи. Ну, бывает. Быстро. А с тобой как? Ты не помнишь момент конкретный, когда тебе прозрение пришло, это? Ну, это долго рассказывать. Ну, вообще, это не сразу произошло с тобой. Я сейчас это все рассказывал, но это как будто произошло в один момент, то есть, ну, постепенно я потом, как начал духовно я расти, начал читать Библию, начал много чего изучать, начал смотреть святых отцов, потом старцев видео всякие, то есть, и постепенно я начал понимать, что много лжи. И даже в школе эту ложь забивает в детстве, то есть, это такая система. С самого раннего детства, младенцем, ну, не младенцем, но этот ученик, который с 7 лет ходит, идет в школу, ему сразу впихивают ложь. И то есть, если всю жизнь с этой ложью, потом уже дальше институт, университеты, вот это все, если он много этой лжи набрался, ему уже потом что-то тяжело, это только Господь может избавить. Я тоже верил, что глобус, я верил этим ученым, я верил космонавту, я всем верил, понимаешь? Да, да. А потом раз, и все, ну, это Господь так сделал, и что? Я сейчас должен опять принимать ту ложь, я не пойму ее никогда. И что тебе дала эта правда? Она не имеет отношения к спасению, понимаешь? Но мне приятно сдать правду. И, конечно, когда человек отстаивает ложь и хочет мне еще ее навязать, то есть, это меня как будто удручает, это почему это? Ну, это правда тебе много принесло. Если вам так нравится, живите со своей ложью, ну, почему вы опять хотите ее пихнуть? Понимаешь, почему? Мало того, так, вы как-то преподносите, что я тут обманщик какой-то там или. Ну, может, вы не видите, но все равно, ну, это, понимаешь, к спасению это никакого отношения не имеет. И вот эта правда, как ты узнал, она тебе, что хорошего в жизни принесла, как ты прозрел с тех пор? Ну, какие-то появились друзья у тебя новые или какие-то вещи? Что тебе дала это знание истины? Да, она, скорее всего, правда, не то, что приносит друзей, правда, она отворачивает всех, понимаешь? Весь мир отворачивает. Ну, я понял, что это от Господа. Господь говорит, меня гнали и вас будут гнать. Меня ненавидели там, и я буду, и вы будете. Понимаешь, ну, это признак жизни со Христом, я так считаю. И родственники там, и братья, и сестры, и все друзья бывшие там, то есть, ну, это вера, то есть, это не только у меня это произошло, это, я думаю, тысячи людей, которые, которые, как бы, встречаются со Христом, у них все меняется в жизни, то есть, абсолютно, они теряют работы там, друзей, теряют, ну, все теряют они, потому что они приобретают Христа. Ну, а среди верующих людей, такие, которые, вот, прозрели подобным образом, ты встречал? Ну, я удивляюсь, что вы, я удивляюсь с вас, потому что я думал, что я приобрету в общину, как-то, ну, люди тоже будут видеть эту ложь там, или это, а вы, оказывается, защищаете ложь, наоборот. То есть, я стараюсь хотя бы показать, что вот ложь, у меня еще есть куча материала, где подтверждает, даже Библия подтверждает, что Земля не может вращаться вокруг Солнца. Это очевидная ложь, но вы не увидите ее просто, понимаешь, это очевидная ложь. Там написано, вот ты заходишь, например, в Википедию, набираешь, набираешь Земля, и там данные о Земле. Игнатий Тихонович брал, там их, приводятся там, может, около ста всяких данных о Земле. И один такой вариант, Земля стремится, как они написали там, стремится вращаться вокруг своей оси, с космическим временем, что-то там, 23 часа, 23 часа, 54 минуты, 4,093, ну, это может, наверное, секунды, тысячных секунды. То есть, якобы, не за сутки Земля делает оборот. Мы знаем, что, и Библия пишет, не во дне или 12 часов. То есть, смотри, посмотри на часы, на видеокамеру. Если во дне 12 часов, ночью у нас будет 12 часов или будет меньше? Как ты считаешь? Ну, так принято говорить-то. В разные времена года, по-разному. Принято так говорить, но ученые посчитали, они лучше знают, да? Ну, видишь, там есть изменения вращения вокруг Солнца по отношению к звездам. Там немножко различается. То есть, ты можешь, посмотрел, там есть синдерический период вращения, а есть, как бы, суточный. Синдерический, он немножко отличается от того, что мы пользуемся. Но они приводят, что он не до 24 часа, как у нас принято, как мы живем. Ну, ты же говоришь, там есть синдерический по отношению к звездам, а есть, а есть, который мы вокруг Солнца используем, вот это данное. Ну, я тебе оттуда привожу, как они пишут. Ну, мы пользуемся тем, который вот установлен так, видишь, мы им пользуемся, и все. Ничего страшного там нет. Да страшного ничего нет. Ну, 24 у нас часа в сутки, или 23 часа, 54 минуты, или 56 минуты, там 4, 0,91 тысячная. Как правильно? И почему такие данные приносят? То есть, они сами себя раскрыли, да, вот этим данными? Они сами показали... Каждый человек, любой, даже, ну, ты возьми, там, пацана школы, там, я не знаю, семиклассник, спроси у него, сколько в сутки часов? Он скажет, 24. Ну, любого спроси, он скажет, 24 часа в сутки, мы живем, это тысячелетие. Через, я даже задал вопрос, меня, конечно, очень удивило, это, сколько, это, задают такой вопрос, вот сейчас у нас 12 часов, 15 минут, сколько у нас будет времени, через 180 суток, ровно, ответь мне. Ну, ты ответь, ответь. Ну, я тебе задаю вопрос, ты можешь на него ответить, или нет? Никогда мне считать, никогда мне сейчас рассчитывать. Когда человек сложно отвечает на такие простые вопросы, это, ну, что же говорить, это не надо ничего дальше говорить, то есть, не надо ничего доказывать, земля не вертится, брат, спокойно. Ну, вот, доказательств полно везде, просто надо их видеть, это вот другой вопрос. Миша, я теперь только, у тебя сейчас два пути, или вот это просто, ну, жить с нами такими, как бы, такими, вот, не путем. Не знаю, почему вам мешает, ну, просто терпеть, тебе придется терпеть нас, или нас переубеждать, ты какой путь выбираешь? А почему терпеть, я же не терплю вас в абсолютном, да вы мне не мешаете, вот, что я делаю, брат. Ну, как, мы ж такие, ну, тебе так кажется, потому что ты так относишься ко мне. Ну, мы ж такие глупые, мы не знаем таких элементарных вещей. Причем здесь глупые, я вас не обозвал ни одного глупым. Меня сколько обозвали, бесноватым, там, каким-то полоумным, сколько, я просто, вот, Гунатий Тихонович, когда я с вами жил, сколько я всего натерпелся, я ни одного не обозвал. Почему? Да, я терплю за правду, за правду всегда страдали люди, понимаешь? Всегда так было, потому что истину дьявол не любит, он его вообще не терпит, ни кран, никакой истины. И он нападает, ну, через близких, через родителей, родную мать он может нападать. Это такая, такая жизнь верующего, ну, и что? Я прекрасно здесь буду жить, и что? И ни на кого я не буду набрасываться, просто вы как-то воспринимаете странно это. Нам того, ты там послушай нас, мы там, возьми на веру. Я знаю, что это ложь, как я могу принять ложь? Ради чего? Да никак, не могу я это принять, я верующий человек. Я знаю, что это ложь. Ну, придется тебе, вот, будешь ты жить пять лет, и ты постоянно будешь с этим сталкиваться с нами, с нами такими. Тебе придется вот это и сносить наше невежество, или нас перебреждать. Ну, Бога сносить, благодарить Бога, я Бога благодарю. Ты готов к такому жертву такое? Конечно. Вы меня столько обзывали там, а я благодарю Господа. Слава тебе, Господи, потому что я заслужил. Я даже вот из этих видеороликов, Гнатий Тихонович, там были моменты, когда незаслуженно кого-то осудили. Вот один там говорит, да я там не воровал, там каких-то овцы на него хотят повесить. Когда начали разбираться, он говорит, ну да, да уно там. То есть он эти овцы не воровал, но когда-то там, в прошлом, может, 20 лет назад, он все-таки своровал эти овцы, понимаешь? Ну, возможно, я тоже, ну, всегда был такой, то есть человек интересный всегда, где бы я ни был, понимаешь? Да, да. И где-то, может, спорил, может, кого-то действительно незаконно я обозвал. И это было, может, не раз. Поэтому этот бумеранг вернулся с моей прошлой жизни, хотя я и каялся, и раскаялся. Но он вернулся, и я благодарю Господа за то, что он меня сейчас очищает. То есть я отвечаю за то, что я когда-то наделал. А, ну, здесь незаслуженно, ну, незаслуженно здесь, но все равно я отвечаю за это. То есть таких бумерангов может быть много, и у каждого человека, и у тебя это может быть. Мы же здесь не все святые, понимаешь? Мы все грешники бывшие, и Господь нам открыл веру. Мы начали жить в чистоте, стараться жить. Хорошо, вот такой момент, ты говоришь, вот ангел дополняет крещение. Где ты такой взял? Такой момент, вот ангел дополняет небывшее крещение. Ну, это ангели там, не то что, ну, может, я неправильно здесь ответил. Там другое. Я считаю, что Господь все-таки принимает вот это мочение как-то. И эти люди спасаются. Вот так я считаю. Как там, или за это отвечает священник, или как-то по-другому. Ну, я верю, что Господь... Ну, вот написано, кто будет веровать и креститься, будет спасен, а кто не будет веровать, будет осужден. Ну, если человек не крещеный. Ну, не знаю, короче, ну, вот так, я не знаю. Вот у меня такая вера, что, ну, ты представь, тоже, все моченые кругом. И мы были с тобой моченые. Ну, были, да. Ну, и что, на сколько сейчас возьмите? Это на пальцах пересчитать, кто истинное крещение может. Много довольно таких сравнений? Ну, много, относительно много. Это сравни немного, ну, ты давай сравни сейчас, если приносят, там, приводят данные 7 миллиардов, то это как много? Это даже капля, вообще там, не капля, микрон по сравнению с океаном. Вот. Просто я, ну, знаю людей. У меня, ну, у меня будут прадеды, и деды мои были моченые. Ну, ты говоришь, что конкретно ангел дополняет небывшее крещение к человекам? Не ангел дополняет, там другое. Я, я, как бы, может, попутал. Есть там в житиях святых, то есть ангел, кто-то видел, что... А, ну, вот это, что ангел забирает. То есть эфиопы суют в рот угли, а ангел забирает причастие и несет в алтарь. То есть, ангелы священно действуют, как бы, в невидимом мире. То есть, они делают какие-то, наверное, там, поправки или что там. Ну, дело не в этом. Я к чему хотел? Я хотел сказать, что моченые люди тоже спасаются. К этому я хотел привести. Так, ну, то есть, католики, которые крещены крещением, окропителем, тоже неспасительное таинство имеют, получается. Ну, католики... Причем мы говорим о православном. Католиков там полное ереси. Это ерес на ереси у этих католиков. Православные, ну, это тоже, ну, ты представь, деды, прадеды, там, наши отцы. Ну, они моченые. Ну, и что? Мочение не так давно началось происходить. Это последние, может, лет 30, там, может, 40. Ну, может, больше ошибаться. Но до этого крестили полное погружение всегда. Я думаю, что здесь оно, как бы, люди все равно спасаются. Просто на кого, на ком ответственность неизвестна. Или, может, просто по неведению. Ну, не можем здесь. Надеюсь, я на милосердие Божие, что Господь все-таки по неизвеченному своему милосердию, он эти души принимает. Вот, и все. Ну, это мы далеко уже ушли. Ты куда уже тянешь? Ты еще, то есть ты подкапываешься уже. Сейчас смотришь там что-то, там. Ты никак не можешь. Ты посмотри, вот сейчас пойди в интернет, посмотри, буквально проверь вот это. Полно лжи, брат. Почитай про землю, как они... А для чего они сделали? Вот я тебе могу объяснить, почему они пишут, что за сутки, не за сутки, а один оборот за 23 часа, 54 минуты, там. Или 56 минут, ну, точные данные. Почему им нужны вот эти 3 минуты, там, и каких-то там... Почему им это нужны? Знаешь почему? Говори. Потому что, если считать, что 24 часа... Вот я тебе задал вопрос конкретный. 24 часа, один оборот. Так, так. То через 180, ровно, через 180 суток, земля уже будет по-ихнему, то есть уже с другой стороны солнца. И у нас на часах будет день, то есть у нас здесь день. С другой стороны у нас на часах получится, то есть тоже день, потому что ровно сутки идут. Они ровно идут. А так как мы, земля с другой стороны солнца, то получается ночь. То есть день меняется на ночь. А вот эти 3 минуты, почти 4 минуты, если умножить на 180, то 4 минуты умножить на 180. И там получается 12 часов. То есть они космические, они там написали, космических часов. Они поворачивают это все там с таким обманом, понимаете? Это подвох такой специальный. А человек просто, который не задумывается, но он принимает, ну в школе, вроде, ребенок. Он верит, учительница. Вот у меня Анна Ивановна, она соседка моя, она подружка моей матери. Ну неужели она может мне лгать? Она меня учит правду. И только когда ты приходишь со временем, что это все ложь, вот тогда ты начинаешь все проверять, абсолютно все. И Библия говорит, брату своему не верь. Вот. Надо все проверять. Что сказал, как сказал, что сделал. Везде надо все проверять, брат. Мы находимся на войне, понимаешь? Нам противостоит дьявол. Ты не улыбайся, ты улыбаешься как-то, как эти сикнанты, шутники они, 50-ники. Святой смех у них. Понимаешь? Проверяй. Молись. Хочешь знать правду, молись. А если тебе это не надо, ну не надо, не надо. Что ты пожелаешь людям, которые не знают правды? Молиться, чтобы истину Господь им открыл. Людям пожелаю спасения. Душ. Вот что главное. Как нас... Жить в чистоте. Потому что время сейчас очень, можно сказать, такое тяжелое. Мы многое не видим. А черные силы сгущаются. И приход Антихриста, это буквально на глазах. Я даже 5 лет... То есть это знание, которое ты открыл, что это земли, там всего, это типа дополнительная нагрузка, да ну, но оно, по сути, не влияет на спасение. Просто тебе... Оно, конечно, не влияет. Оно тебе давно как бы... Люди спасаются и с глобусом, и с плоской землей, и все. То есть это вообще не важно. Это второстепенный вопрос. Святые отцы как говорят. Вот трехтомник. У меня же... Я купил Игнатия Тихоновича все книги. И там пишут в третьем томе. Главное единство. Главное, что у нас главное? Символ веры главный. Вот единство. Главное, что у нас? Храм, исповедь. Чтобы был законный батюшка. Вот у нас главное. То есть, допустим... Ну, раз это второстепенный вопрос, который не влияет на спасение, почему бы ты, как бы, вот вообще умолчал бы о нем просто, и если он вообще никак не влияет бы? И сказал бы, ну, хорошо, все, земля... Земля шар. Все умолчал. Ну, я просто не ожидал, что у вас такая будет реакция. Ну, почему вы не можете отстать от меня-то с этого? Почему вас это так, ну, возбуждает? Ну, мы такие, мы привыкли верить научным данным, священному писанию, сказано... Ну, так вот именно, оно написано, что мудрость мудрость погублю. Это священное писание не очень. Написано в третьей ездре, повесь это, был князь, владыка над всем земным шаром. Мы верим вот этим стихам писания. Ну, мы не можем, как бы, это просто... Ну, а круг? Ну, ты же не можешь смотреть. Ты берешь тарелку. Ты можешь сказать? Не, ну, это понятно. Тарелку берешь и говоришь, у меня в руках шар. Ты можешь так сказать? Ну, мы это уже обговаривали, два другого сейчас. Или глобус, у меня в руках глобус. Я не могу сказать, я беру тарелку и говорю, у меня в руках круг. Ну, раз вопрос, который не влияет на спасение, ты можешь сказать, вообще забыть про него, вообще отбросить? И потихоньку, раз-раз, и все, и для тебя будет земля, шар, и все спокойно будем жить. И ты, и мы будем жить в мире. То есть, возьми ложь, да? Да, ну... Ты предлагаешь, возьми ложь, но зачем? Это дьявол. Не, я не так говорю. Просто вот эта твое, как бы, вещь, которая не влияет, как бы, на спасение, по твоим словам, она очень-то как-то портит отношения между людьми, вот, очень. Да почему? Это вот тебе, брат, понимаешь? Это не во мне. Я-то с тобой вообще не порчу отношения. Ну, видно, что... А вот ты портишь, тыс. Ну, видно, и тебя это расстраивает, и нас немножко, как бы, почему тебе смириться бы и сказать, ну, хорошо, земля, шары, и все правильно, и ты спокойно, мы все заживем. Это же второстепенный вопрос абсолютно. Это не было, как это? Верь, то есть, это получается, ты мне говоришь. Да ты поверь бесам, то есть, ты мне прелесть заводишь. Нет, я так не говорю. Нет, так это... Я говорю, это второстепенный вопрос весь, который не влияет на спасение. Ты согласишь, что земля шар, все так думают, все так верят, всегда так было. Зачем тебе вылазить с этим своим мнением? Оно тебе ничего хорошего не приносит. Так оно... Как мне? Мне в душе спокойно, что я знаю правду, понимаешь? Да не спокойно ничего. Ну, видно, что это расстраивает и тебя, и всех, ну, не позволяет там спокойно дышать грудью полной. Вот смотри, мы когда беседовали, там есть даже видеоролик, когда Игорь, брат наш Дебунов, выскочил там, там, что-то меня обозвал, ты там, ну, как-то я просто дубина или что-то, ну, что такое он сказал. Он выскочил буквально, почему? То есть Дух, это Дух, понимаешь? Дух от Господа, Он спокойный, то есть, и Он имеет свободу говорить или не говорить. А противный Дух, Он не может удержаться, понимаешь? У Него нет этого, Он не долго терпит, потому что Любовь, что у нас есть, на первом месте, Любовь долго терпит. То есть, у Него долготерпения нет, Он не может себя удержать, то есть, этот Дух противный, Он его выдавливает, Он выскакивает там, да, ты там такой-сякой, и пошло. В общем, ты ради общего блага, как сказать, я не приму ложь никогда, зачем, я Господа прошу оградить меня от всякого рода лжи, каждый день я молюсь, ты что? И ты мне сейчас приходишь, это как будто ты посланник сатаны, понимаешь? Ну, Христос говорит, вот, отрекись это от себя, возьми крест, иди за Мною, отрекись от своих мнений. И это укладываете в это, что возьми ложь всю, что тебе вбирает? Не, не говорю, что ложь, для тебя это может ложь, ну, ты ради нас сделай это. Как ради вас? Ну, ради любви, ну, ради всей общины. Ты мне из ложь, то есть человеку гостничество ты мне же, я должен не угождать Христу, Богу моему, а тебе угождать, потому что ты хочешь, чтобы я ложь принял. Ты же сказал, это второстепенный вопрос. Это, знаешь, это, я на тебя смотрю, как будто... А теперь Христос, при чем-то тут? Ну, как при чем? Это же второстепенный вопрос, ты сам сказал, это второстепенный вопрос, а теперь, ну, ты от него не откажешься, потому что... Ну, я знаю, что это ложь. Это против Христа. Если я это знаю, я, значит, говорю. Библия пишет, как? Человек должен говорить то, что он знает. Ну, я знаю вот это, вот, я знаю, я говорю, и это не грех, брат. Это не грех. Ну, ты знаешь то. Ну, мы расходимся немножко. Ну, ладно, нам надо просто, как бы, как в море корабли, то есть, разошлись левым бортом, да? То есть, нам надо понять, что у меня вот это, у тебя вот это, и все. И не предъявлять какие-то обвинения, что вот там, тебе объяснование, да ты там, там, безумие. Ну, ради общего блага, ну, хотя бы ты согласишь, что Герман Стерлигов и Вотрак Вячеслав, ну, ты хоть от них-то можешь отказаться. Никогда в жизни откажусь. Я это вижу так. Я не могу, я говорю то, что я вижу и понимаю. Я не могу по-другому. То есть, ты хочешь, чтобы я, как бы, стиль, вот это дьявольский стиль. Нет, называется, отречься от себя. Нет, ну, ты хочешь, чтобы твои уши ласкала моя лесть. А у меня нет, Господь меня оградил от лесть. У меня нет этого. Я говорю то, что вижу и как понимаю. Все. И это правильно, это не грех. И никто меня не может... Я уже спрашиваю, какой я канон нарушил? Покажите, я сюда приехал, я подписал 40 правил деревенских, которые я под каждым подписался. Все, я знаю, вот у меня на столе, я стараюсь их запомнить и стараюсь нигде не нарушать. Что я нарушил? Ну, просто мы не знали такой момент, мы бы еще пару правил включили бы. Правил вы включили 41, что тот, кто верит, вопреки общему мнению, что земля там плоская, мы не примем его в деревню. Но вы сейчас даже этим правилом не можете меня отсюда выдавить, потому что она на меня не действует. Я уже здесь живу, понимаешь? Даже если захотите, то из вас не получится. Уже оккупировал, получается. Ну да, я уже, да. Ты тут приехал, думаешь, нас тут выжить отсюда, да? То есть даже, уже ничего, я уже приехал, этого правила не было. Думаешь, потянешь это все? Новый эконом. Потянешь эту ношу на себе? Да, конечно, это для меня не ношу. Ты же один, нас много как бы. И думаешь, что вытянешь эту колясочку. Возьмиллиарды, да. Ну да, это все, брат. Для спасения это не имеет никакого значения. И людям надо каяться. Ну так нет, для спасения. Так зачем ты тогда... Ну зачем ты мне тогда эту ложь? Ну не хочу я ее принимать, я не приму. Вот приходили даже проповедники в дальние страны. И они вот ради этих дикарей тоже умолялись к их непонятиям, к мировоззрениям. И что, поклонялись идолам? Нет, идолам не поклонялись. Ну не уходи, давай. Ну так им чего-то стоило. А мы же христиане должны ради общего блага отказаться от своих каких-то вот вещей. Своих заблуждений или своих понятий каких-то. И все наладится. Мы должны говорить то, как видим. И все. Ничего там нет, никакого греха нет. Тем более я аж ни за кем не гоняюсь. То есть это своего рода интересный такой диспут получается. Я даже удивлен. Очень удивлен, конечно. Ну, что сделаешь? Может это какое-то испытание? Даже для меня. Неудивлен. Даже я привожу такие методы. Никто не хочет видеть. Даже не слышать не хочет. То есть это как будто действительно предвзятость. То есть ваша задача меня переделать. Это даже первый день, когда я ступил на порог тогда в вашего дом. Ты отсюда другой должен уехать. То есть я вот это услышал, я понял. Все, предвзятость сейчас не дает трезвого мышления. И никто. Это даже так подозрение. Я потом посмотрю, месяц, полтора. Да никому нет трезвого мышления. То есть предвзятость действительно. Вы уже вынесли приговор мне. То есть я поменяюсь. И все. И это уже слепота страшная. То есть вы себя все заслепили. Очевидные вещи привожу. Вот это, вот это. Часы. Вот Библия пишет. 12 часов. 12 плюс 12 это 24. Ученые говорят 23. Почему? Да нет, это нет. Вот то, вот то. То есть уже все. Здесь уже крутят, вертят. Указываешь на конкретные... У тебя были такие предположения, что Господь тебя сюда привел для того, чтобы как бы ты тут нас изменил. А чтобы Он привел тебя сюда, чтобы ты тут изменился к другому. У тебя были такие мысли, что Господь тебя сюда привел, чтобы ты изменил свои какие-то мнения? Не было таких мыслей у тебя? Нет. У меня как бы... Я считаю, что это спасение моё здесь. Ну а для чего? Ну какой смысл? Какое спасение смысл? 4 года назад я начал потихоньку понимать. А 3 года назад я уже точно искал уже землю, где я буду жить. То есть я хотел уйти на землю, с города. Я понял, что вот это зарабатывание денег, мегаполисы, вот это всё пустое. Оно ни к чему доброму не приведёт, в конце концов. То есть это люди находятся в капкане. Они постоянно в этой системе, то есть как мы видим, мы смотрели, то есть система антихристова. Ты постоянно в ней крутишься, твоя квартира там, и ты привязан к всему. То есть у тебя куча этих... можно сказать, верёвок, которыми ты привязывал. У тебя там ЖКХ, у тебя свет, у тебя там... Ну это понятно, ты это уже говорил. Ну ты говоришь, ради прихода, чтобы спасаться. Ну а что тут? Ты можешь в любой деревне поселиться, где будут другие условия. Нет, а мне главное, у меня есть батюшка, который законный. Ну батюшек много кругом. Есть храм, есть храм. Храмов тоже много везде. И всё, мне главное причастие, потому что мне надо каяться. Мне надо каяться. Ну это как и везде есть. И плюс ещё один момент, я тебе скажу, вот сейчас в мире глобального потепления, я тебе показывал, где проваливается земля. Это, кстати, пророчица Утрека Вячеслава, они вот сбываются. Потому что вы, ну и не верите, это ваше дело. А я верю. И вот, она трескается везде, проваливается, и провалы очень страшные. Везде высыхает, вода уходит. Вода уходит. Это понятно. А в Западной Сибири Господь сохранили. Я не отходил, я в Западной Сибири. Мы живём в Западной Сибири. Но потом это, ну тут же на Западной Сибири много деревень всяких есть. Ну и что? Где батюшки есть, храмы, причастия есть. Господь мне здесь место уготовил. Ну как? Знаешь, знаешь, есть такое, умных послали к умным, а меня к вам. Поэтому не уходи от темы. Слава Богу, батюшка здесь законный, слава Богу, и община это вообще, община это вообще прекрасно. Потому что есть такое мнение, что Господь тебя сюда прислал, чтобы ты изменился к лучшему. Ну, посмотрим, как оно будет. Я согласен меняться к лучшему. Я не говорю, что я совершенен. Чтобы ты... У меня полно моего всякого, может, гнили осталось, желчи, как говорят. Есть такая японская пословица, где говорится, если гвоздь торчит, то его обязательно забьют. Тебе нужно приравняться к нам, а то тебя забьют, не знаю, Господь тебя что-то сделает, с тобой. Рад, я вот так пожил с вами, побыл, побеседовал, я увидел, знаешь, сколько это гвоздей? Есть такая пословица, говорит, бой с самим собой, самый крепкий бой, победа из побед, победа над собой. Надо сначала себя победить, каждый должен победить себя, а потом уже учить, а то у нас, как пишет Священное Писание, не каждый, ну, немногие становитесь учителями. У нас так, только ты немножко что-то понюхал, там, почитал пол, пол этого стиха, и ты пошел уже всех учить, весь мир ты хочешь научить. Начинать, то есть, ты должен себя заставить, если ты чрево у тебя, ты не можешь его понести, значит, ты должен его обрезать полностью, ты посты подержи, поклоны ложи, там, земные, то есть, вот это. Если у тебя язык развязан, что ты не можешь его остановить, попроси у Господа, пускай он тебе язык укротит немножко. То есть, это надо бороться с самим собой, а потом уже, когда вот это будет, хотя бы, запах какой-то победы над собой, тогда уже, мне, конечно, Господь, меня много мучил, я и курил, и пил, у меня мерзостей полно, я что, я червь навозная, которая на озере лежала, Господь взял меня и начал очищать. Нам-то можно хоть благовестствовать, мы занимаемся, мы входим на благовестие. Конечно, как нужно, а не можно, что ты спрашиваешь, а что ты у меня так спрашиваешь, я с вами в месте хожу, ты видел видеоролики, то есть, ты куда-то что-то мелешь уже, брат, зайди в интернет, проверь, померь, гугли это. В общем, ты желаешь всем спасения, покаяния, да? Конечно, каждому желаю спастись, каждому, каждому, независимо даже, православным или неправославным, всем желаю. Я вижу, в этом, что сегодня именно, разговор, начал, роман, вижу так это, правильно, неправильно, но, ты у нас сегодня причастник, да, себя покажи, и какой-то дух смущающий, дух смущающий, может быть, завел этот разговор, хотя этот дух говорит, что надо там работать над собой, надо, он и себе говорит, надо работать, да, вот, я тебя попросил, сегодня об этом, и вообще в этом доме говорить. Так он снимает видео, так я же заложник, но он хочет закончить. То есть, все-таки, стрелки переметнул на него, получается. Ну, выключается, выключается. Я вижу так, что он причастник, а дух смущающий, через тебя стал действовать. Так оно так и должно быть. я все сказал. Дух пока, дух не Божий. Просит человек, надо ответить на вопрос, с чем. Не опаздывайте, занятие, братья. Занятие сегодня. Пойдем сейчас на занятия.